Москва, Лос-Анджелес, Томск, да, томящи разлетелись по всему миру, Санкт-Петербург, Турция, Китай, это не просто томящи, это выпускники Томского государственного университета, Израиль, Дубай, Новосибирск. Светлана Семитко директор частной гимназиты, она основала ее для своей дочки, однако изначально Светлана даже не была педагогом, она окончила геолога-географический факультет ТГУ как инженер-геохимик. 10 классов я закончила в 1975 году и отправилась поступать в Ленинградский государственный университет. Сдала экзамены, 2 экзамена нужно было сдать с аттестатом пятерочным, на 5 и 4 можно было поступить, 9 баллов набрать. Но я так была привязана к родителям, к дому, я даже не представляю, как жить без них было. Я сдала экзамены, забрала документы и уехала назад. Папа меня отправил, сказал, вот сделала сначала как ты хотела, не согласилась, теперь делай так, как я тебе говорю, вот тебе Бог, вот тебе порог, иди, поступай куда хочешь. Мы с подружкой выбрали, она говорит, давай в Томск поедем, это же романтика, геология, ну фильмы смотрели, все же знают, книги читали. Ну, поехали с ней. Я поступила, она не поступила. Девушка приехала в Томск из Кузбасса за компанию с подругой, и здесь столкнулась с элитой профессоров. Каждого из них Светлана вспоминает с трепетом. На первом курсе для меня все, что черного цвета было, я же из Кемеровской области, все было уголь, а все, что желтого цвета, это было золотое. Поэтому преподаватели с усмеха умирали надо мной, и у нас был такой великолепный преподаватель, ну просто умница, молодой, красивый, с усами, в очках, баженов Виктор Александрович. Он всегда, он минералогию вел у нас, особенно практику, он всегда припасал для меня какой-нибудь такой минерал, над которым я голову сломаю. Он знал, что я все равно определю. Он все минералы определяем, там образцы пород, минералов, мы все это определяем. А он из кармана достает, из внутреннего кармана какую-нибудь там пробирочку с пробочкой, говорит, это для тебя специально, там кристаллики какие-то, минералы красивые. Я даже не знаю, что это такое. Училась Светлана на пятерке. На третьем курсе стала старостой и выбила для всей группы стипендий. Однако помимо лекций были походы, лыжи и все прелести студенческой жизни в общежитии. Вообще у нас группа была, очень много мальчишек было, и были парни, которые, кто-то занимался спортом, кто-то занимался спелеологией. У нас был Сережка Лавров у геологов. Он необыкновенный был мальчишечка. Он излазил в все пещеры. Он знал очень много интересных рассказов про белого спелеолога. И с ним все время протекодили эти истории. Белый спелеолог его сопровождал. То у него там у лестницы ступеньки отрывались, то еще что-то. Ездили на столбы красноярские. Я просто в ужасе. Я боюсь высоты. Оказалось, когда мы приехали на столбы, а там вот эти вот выветрилые породы и скалы, и везде таблички стоят. Здесь разбился такой-то, здесь такой-то разбился альпинист. Короче, это было страшно. Но, тем не менее, забраться-то я заберусь. Спуститься самое трудное. Со своими одногруппниками Светлана до сих пор поддерживает прочную связь. Геологи собираются каждый год в апреле. Вообще геологи, наверное, единственные, кто собирается каждый год на день геолога. Обычно в пятницу, первое воскресенье апреля, но в пятницу собираются. И пятница, суббота. И приезжают из Магадана, и отовсюду приезжают. Став мамой, Светлана искала лучшего образования для своей дочки. Нацелилась на шестую гимназию. Там учились профессора ТГУ. Однако, после первого класса, решила создать свою частную школу. Для начала четыре класса. Под своих детей, под детей учителей. Открыли свои классы. Первый год было 22 ребенка, а сейчас 159. Первый год было 4 класса, а сейчас 11 классов. С первого по единству. Каждого класса по одному. У нас главный принцип – это школа-дом. Школа-дом. И я знаю всех, и все знают друг друга. Светлана уверена, что сейчас ребята сильно отличаются от их ровесников пару десятков лет назад. Но при нужном подходе они смогут достичь еще большего. И в девятом классе, и в десятом, и в одиннадцатом очень трудно определиться с целью. Сейчас у нас все или юристами хотят быть, или экономистами. Ну, еще третье направление – безопасность в информатике, информационной технологии. Продолжение следует...